Чаба, свекла, морковка, картошка, майонез, яйца, это что-то похоже на шубу. Но в своей интерпретации, потому что шуба у нас будет, я правильно понимаю, с копченой скумбрией. С копченой скумбрией, и это горячего копчения скумбрия, это будет очень круто, а овощи я уже запек. Только давайте сначала посмотрим, как я закупался. Давайте. В праздничный период я обожаю готовить шубу, и мы сегодня его приготовим с настоящей скумбрией. Но майонез точно нам понадобится. Тут на этой лавке всегда свежая рыба, потому что ребята сами коптят. И мы попросим, чтобы нам дали горячего копчения скумбрию. Вот она, смотри. Дайте нам, пожалуйста. Вот. Именно из этого будем делать настоящую праздничную шубу. Скумбрия горячего копчения у меня в руках. Идемте дальше. Купим классические ингредиенты для нашей необычной шубы. Вот. Картофель, морковь, обязательно лук и наш родной украинский буряк. Нашу праздничную шубу будем украшать с гранатом. Возьму вот одну штучку. На всякий случай на украшение возьму обязательно микрогрин. Для этого завтрака мы все купили. Идемте домой и будем готовить настоящую праздничную шубу. Для приготовления шубы из запеченных овощей со скумбрией понадобится картофель 3 штуки, свекла 1 штука, майонез 200 грамм, морковь 2 штуки, скумбрия горячего копчения 1 штука, яйца 4-5 штук, крымский лук половина, гранат 1 штука, соль, перец, яйца перепелиные 3 штуки, микрогрин. Чаба, как ты закупаешься, так никто не закупается. Это можно смотреть вечно. Ну ничего, в следующий раз пойдете со мной. Нет. Вообще, мне здесь хорошо. Совсем готовенько. Да. Я хочу, чтобы ты нарезал нам крымский лук мелко-мелко, чем ты можешь, меньше, тем лучше. Вот тебе хватит четверть. Вот так отрезай четверть, вот так, да? А мне нужно овощи резать, да? А тебе не резать будем, а натирать, правильно? А мне просто натереть на большой тарелке в разные... Да, вот натери отдельно свеклу, отдельно картошку, отдельно морковку и отдельно яйца. Вот на крупной терке натирай картошку. Мелко, да? Мелко-мелко, да. Получится? А я пока разберу. Чаба не может не получить. Скумбрия, смотри какая. Слушайте, ребята, вот хочу вам задать вопрос. Давай, задавай. Какие ваши самые любимые новогодние блюда? Ну, я люблю холодец. С каким мясом? Ну, я его готовлю на телятины. Телятина, телятина, обезжиренная, прозрачная. Это я стану не от того, что вкусно, мне лук в глаза лит. Ничего страшного. А я люблю оливье и плов, который готовит Настя Косилова. Да ты что? Да, она готовит потрясающий плов. На Новый год? Новогодний плов? Новогодний плов. С мандаринами вот это вот все. Там с барбарисом. Со всеми делами, да? Да, 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 очень. И шубу мы будем собирать вот такую, смотри какую, огромную. А ну, покажи. Вот такую. Вот смотри. Понял, есть у нас специальная формочка. Да, формочка. Ну как тебе, подошло, да? Да, очень вкусно. Очень вкусно. Смотри. И берем скумбрию и просто вот сюда нарываем вот вниз. Правильно? Можно мне кусочек попробовать? Попробуй, конечно. Брутально. Брутально. Ммм. Вот нарываем скумбрию вниз. Смотри. А? Обожаю. Положим внизу достаточно много. Все. Супер. Выкладываем красиво нашу рыбку. Поправляем. Чуть-чуть. Второй слой всегда идет. Лучок? Лучок, конечно. Перегружай сюда. Оп, ничего страшного. Сейчас расправим его. Смотри. Классно ты придумал с формой, действительно. Да? Прикольно? Так подать просто. Будет красиво. Смотри, ресторанный вариант. Все. Тебе надо сейчас сюда, как говорят, майонез, чтобы она скрепилась. Вот тебе. Выгружай майонез сверху и размазывай. Да, вот посередине вот так. Две ложки. Это да. И это вот майонез как раз будет, как говорится, вместо бетона будем скрепливать. Знаешь, как домик строим? Да. Да? Получается? Да. О, класс. Вот именно так и хотел. Чуть-чуть прижми его, да, чтобы она встала. Да. И сейчас давай тащи сюда картошку. Здесь картофель, который мы уже натерли. Берем. И загружаем вот сюда. Я две картошки натерла. Я думаю, что нам хватит, да. Сейчас снова сюда на картошку обязательно надо снова майонез. Угу. Класс. Мне нравится эта брутальная кухня. Руками. Нормально. Если бы Чаба мог от А до Я вести процесс вообще приготовления, он бы голыми руками вылавливал скумбрию. Да. Коптил бы вот так руками, да? Да. Ты поедешь к родителям на этот, на Рождество? То есть на Новый год или как вы будете праздновать? Уже решили? Я поеду к родителям. Но когда, не знаю, январе, скорее всего. Январе, да. Да. Молодец. Да. Хорошо. Все есть? Да. Давай. Это же такой прекрасный семейный праздник, когда нужно поговорить с близкими, а важно. У меня, кстати, родители тоже в последнее время, да даже, наверное, последние лет 15 празднуют просто в центре города на улице с друзьями. И они как-то… Может быть, стоит подумать о своем жилье. Нет. И мама такая довольная, она говорит, ой, я так рада, потому что не надо готовить. Да. Сегодня, честно, в этом году, в этом году у меня тоже такой план. Да. Я хочу праздновать его в городе под Йокой. Да. В центре Киева, да. Они берут просто шампанское с собой. Да, конечно. Какие-то чуть-чуть закусочки. Закусочки. Возьмем, подготовимся правильно и все. Снова давайте добавим сюда слой майонеза. Я обычно шубу не солю, потому что, на принципе, рыба соленая. Майонез тоже. Майонез соленый. И всегда можно досолить его на тарелке. Сейчас сюда морковь. Давай, берем. Хоп. Все-таки запеченные овощи, ребята, это очень круто. Такие яркие становятся. Да, да, да. И больше сохраняют свои, как говорят, витаминные свойства. Сразу будем добавлять уже. А то же майонеза много. Майонеза много. И сверху же обязательно еще вы должны его накрыть. То есть закрыть наш процесс. Что? Есть, хочется. Есть, хочется. Закрыть, накрыть, намазать. Хочется пробовать. Одели нашу скумбрию в шубку. В шубку. Вот, подготовили его. Да? На зимний период, да. О, смотри. Возьми гранат. Помнишь, как ты чистил? Нет. Вот. Давай. Шляпку. Ищешь его вот эти точки прикосновения, да. И зернышками граната будем... Украшать. Украшать, да. Еще сверху майонеза. Давай, сверху майонеза обязательно. И так хорошо намажем. Красиво. Видишь, как мы рассчитали. Идеально. Больше и не надо. Сейчас на желтый красивый майонез станет вообще такой буряковый. Да. Е. Угу. Класс. Скоро шуба даст дуб. Ты видишь, как... Да, да, да. Мы как кондитер сейчас делаем. Да, у нас такой тортик. Тортик. Возьмем клинечки. А возьми ножницы. И будем еще украшать микрогрином. Еще один. Такая тишина. Уже в предвкушении этого безумного тортика. Ну что, снимем его? Давай. Опа. Вуаля. Вау. Кладу зеленуху. Да. Вот как-то. Вот. Красота. И давай сейчас гранат подпокруглить. Класс. Да? Прикольно? Очень красиво. Смотри. Вот чуть-чуть пусть они попадают и сюда. И вокруг. Да. Вот так. И смотрите, наша праздничная шуба за секунду готов. Вот так она должна выглядеть. Сейчас будем встречать гостей. Давай есть. Да. Рецепт шубы из запеченных овощей со скумбрией. Свеклу, картофель, морковь заверните в фольгу и отправьте запекаться в духовке при температуре 180 градусов до готовности. Остудите и очистите от кожуры. Нарежьте мелко синий лук. Скумбрию очистите от шкурки и косточек. В кондитерское кольцо выложите скумбрию, лук. Смажьте майонезом после тертый картофель, яйца и снова смажьте майонезом. Новый слой тертая морковь-свекла. Смажьте майонезом. Украсьте перепелиными яйцами, микрогрином и семенами граната. Ну что, пробуем? Конечно. Пробуем, Чаба, ну отрезай кусочек, как от настоящих толстиков. Тебе красиво. Тянем, дачка, снижение. Кота за хвост. Надо попробовать как-то. Как тортик резать? Да. Ну, может, да, вот как-то кусочек, да, чего. Попробуем во всяком случае. Давай попробуем. Идеально. Да. Идеально. Вот. И лопаточка, да? Да. Опа. Вы это видите? Это вам, это мне. Хорошо. Надо же взять с рыбкой. Сразу. Ой-ой-ой. Как, у вас вкусно? Это божественно, Чаба. Нежно-нежно скажи. Всем приятного аппетита. С наступающим, друзья.